Митрий Гусаров. Боевой призыв. Часть книги «Плечом к плечу». Глава номер 5. Митрий Гусаров. Так и тянуло к одну по широкому ровному тракту, не путаться в сучьях вареждиках, цепких зарослях кустов. Друзья сжимали зубы, растирали лица и шли по лесу. Они знали, по обочинам шоссе проходит финская патрульная лыжня. В такую погоду и не заметишь, как носом к носу столкнешься с белофинами. Даже и выстрелить не успеешь. В полночь метель прекратилась. На темном небе стали отчетливо видны дрожащие точки звезд. С каждой минуты их становилось все больше. Вскоре весь небосвод покрылся светящимися крапеньками. Ветер глухо шумел хвоем. Впервые за несколько часов пути ребята присели на поваленной бурей ствол сухого дерева. Степа подхватил ладонью горст рыхлого снега и принялся жадно вязать его. Устал? — повернулся к нему Ваня. Во рту пересохло, даже тошнит. Степа набил рот снегом, остатки смял в комок и отбросил в сторону. Как теперь будем? Погода, гляди, утихла. А в Тимицах гарнизон, во какой! Заграждение кругом. Хоть и надоело пурга, а уж лучше бы пурга. Степа вздохнул, тяжело перевел дыхание и Ваня. В Павловском тоже стоял гарнизон, но, пользуясь пургой, они пробрались к проволочному заграждению. В деревню ходил один Ваня. Степан с двумя автоматами, зарывшись в снег, ожидал товарища. Уговорились, что если Ваня не вернется через пару часов, значит, его схватили. И Степа один должен пойти в пастушьую губу. А в пастушьей губе, где гарнизона не было, все прошло так, что лучше и придумать нельзя. Ваня ловко обделал все дела, даже к своей тетке Лизе зашел. Та от радости заплакала и никак не хотела отпускать его. Накорбила паренным турнепсом, в доме другой еды не было. И несколько кусков завернула для Степы, который нетерпеливо ожидал товарища на опушке леса. Теперь остались тимницы. Как туда пробраться? Эх, если бы и здесь все сошло удачно. Отсюда до Гондовской ламбы верс 30, не больше. Они со Степкой перемахнут их за 4, ну пускай за 5 часов. Потом туда придут партизаны, Лопахин, Шкафин, Соколов, Сылов, Баландин и будут, наконец, Ваня со Степкой настоящими партизанами. «Ты чего сияешь?» – просил Степан. Вечно разглядеть смутился Ваня и, поднявшись, шутливо скомандовал. «Кань, чай и ночевай!» «Деревню как пойдем?» «Решил?» «Хватит еще времени!» «До тимниц километров 8, поди, осталось!» Они заскользили между деревьями, впереди черный, иногда терявший среди деревьев Ваня, за ним следом, одетый в маскалат, похожий издали на медвежонка Степа. Теперь, когда можно было угадывать путь по звездам, они углубились в лес, ветер совсем утих, не громко поскрипывал под лыжами снег. Это торопливое поскрипывание вселяло в друзей бодрость. Недавно лес озарился неясными красноватыми отблесками. Вслед за ними донесся слабый звук выстрела. «Ракета!» Мальчики залегли. Свет погас. Лес снова стал темным, пугающим. «Тимницах!» Прошептал Ваня. «Теперь, друг, держись!» «Тревога там!» «А как же задание?» «Ждать придется!» А если всю ночь голос из Степы прозвучало с сожалением? Ваня повернулся к товарищу, не разглядел в темноте его лица, твердо проговорил. «Если в эту ночь не удастся, неделю будем здесь лежать, а в Кондовскую ламбу не пойдем, не повидав кого следует». Сказал и с огорчением подумал. «Не попадем завтра в Кондовскую, опять долго отряда не увидим». Неясный, как будто приближающийся шорох лыж прервал его размышления. На секунду Ване показалось, что впереди в темноте стволов мелькнуло несколько подвижных торопливых фигур в маск-халатах. Он старался рассмотреть двигавшихся людей, но густая ночь доносила лишь поспешное шуршание до редкие неосторожные удары палок по стволам деревьев. Лыжники прошли сотни метров. По удалявшемуся право шуму Ваня понял, держит путь к озеру. «Вань!» Степа дрожа от волнини опустил руку на плечо товарища. «Это партизаны! Ты понимаешь? Это наши партизаны!» Тихо прервал Ваня. «Откуда знаешь? Разве не слыхал? Что не слыхал? Как один из них скомандовал? Туханов! Помогите! Это не финны! Вот убей! Не финны! А тебе не показалось?» – недоверчиво спросил Ваня. «Конечно нет! Вань! Вот честное комсомольское! Это партизаны! У тебя ушанка завязана! Ты бы услышал!» Радостная дрожь, нетерпение передалась Ване. После того, как Степа дал честное комсомольское, Ваня уже не сомневался, что команда была произнесена. Оба, хотя еще не были комсомольцами, честное комсомольское считали самой твердой клятвой. Ваня припоминал. Где-то он уже слышал эту фамилию Туханов. «Где же? Ах, да! Это был год назад во время встречи с разведчиками около Туланды. Милой, родной Туланды. До озера несколько минут ходьбы», – размышлял Ваня. «Значит, чей двадцать минут будут за минным полем». «Минное поле тянется по всему побережью». «Потом, поминай, как звали. Пойти следом, что ли? А как же задание, мамы?» «Но задание в эту ночь мы никак не сможем выполнить. Ведь и в тимицах тревога туда не войдешь». «На лыжню», – скомандовал он, решительно поднявшись. И в ту же минуту от озера донеслась яростная захлебывающаяся стрельба. Подобно падающим звездам, по темному небу замелькали трассирующиеся пули. Несколько раз лес озарялся вспышками осветительных ракет. Торопливо из трекот автоматов перекликался с густыми пулеметными очередями, и все сливалось в сплошной голову. Вперед, уже не опасаясь, во весь голос закричал Ваня. Выбиваясь из последних сил, они помчались по извилистой лыжне. Неутихавшая стрельба подгоняла их. Несколько раз Ваня натыкался на деревья, падал. Степа наезжал на него, тоже валился в снег. Оба быстро вскакивали и неслись на звуки приближающегося боя. Все чаще и чаще свистели пули, и, наконец, с высокого берега открылась панорама сражения. Лес круто обрывался темной каймой низкорослого кустарника, за которым простиралось озеро. Там десятками торопливых вспышек перемигивались автоматы. С берега им отвечали из одного места, по-видимому, с лыжни. Зеленоватые светлячки, трассирующие в пуль, то и дело, прочеркивали темноту в разных направлениях. Передвигаясь от дерева к дереву, Ваня и Степа спустились вниз и залегли, готовые открыть огонь из своих трофейных суоми. Впереди рванула граната, за ней другая. Стрельба с берега утихла. Ваня недоумевал, куда подевались партизаны. Реже стреляли из озера. Визгливый голос прокричал на финском языке команду. И выстрелы с озера разгорели снова силы. С берега тоже ответили торопливые короткие очереди. Вперед! На помощь! Крикнул Ваня больше для себя, чем для Степы. Тот в грохоте выстрелил, все равно не услышал бы команды. Барахтаясь в глубоком снегу, Ваня полз к озеру. При вспышках он отчетливо видел лежавшего невдалеке человека в маск-халате. На снегу резко выделялся черный автомат. Рядом валялись лыжи и палки. На секунду Ваня увидел, как человек выронил автомат, схватил лежавшую гранату, бросил ее к озеру. Граната разорвалась, едва перелетев в прибрежные кусты. Ваня выпустил две короткие очереди в сторону озера. Когда вновь повернулся к человеку, то увидел, как его голова беспомощно опустилась на снег. Двумя прыжками Ваня подскочил к нему и упал рядом. Рука партизана крепко сжимала гранату. Осторожно, придерживая предохранитель, Ваня вынул из рук раненого Эвку и бросил далеко к озеру. Звук взрыва на секунду заглушил автоматные очереди. «Степа, сюда! Партизана ранен! Тащи его в лес!» Отозвался хриплый голос. «Тащи, я прикрою! Тут еще один убитый, кажется!» Лыжи партизана имели веревочку для перевозки груза. Ваня торопливо отвязал веревочки от поперечных ремней креплений. Стал укладывать раненого на лыжи. Партизан был в беспамятстве. Белый макс-халат справа бока быстро темнел. Ваня попробовал ползком точить эту тяжелую поклажу. «Теопа! Быстрее! Одному не справиться!» — крикнул он и не получил ответа. Стрельба то затихала, то разгорала с новой силой. Цепляясь руками за кустарники, задыхаясь и сжимая от напряжения зубы, полз Ваня вглубь леса. Потом поднялся, встал на лыжи. От дерева к дереву, обхватывая каждый попадавший на пути ствол, продолжал двигаться вперед. Сзади рванула граната, за ней другая. Снова заговорили приумолкнувшие автоматы. «Молодец, Степа! Молодец, дружок!» И так каждому движению шептал Ваня. «Молодец, дружок! Сейчас он догонит! Эх, скорее бы!» Он не знал, сколько времени прошло, но когда упал лицом снег и несколько секунд лежал неподвижно, впервые подумал, Степа может не найти его. Одному нужно точить партизана дальше и дальше в лес. Кругом стояла тишина, холодная, жуткая своей таинственности. «Может быть, он уже догоняет по следу?» Теплилась в душе надежда. Ваня напряженно слушался в окружавшую его тишину. Собрав силы, он поднялся, вновь схватил веревку, окинул взглядом распластавшуюся на снегу фигуру раненого. Жив ли? Впервые мелькнула мысль. Осторожно повернул голову раненого. Ваня чуть не вскрытнул. Перед ним, обрамленная теплой ушанкой, белело лицо молодого разведчика, который в прошлом году приходил в Туланду. Сейчас глаза партизана были закрыты, и его лицо казалось очень серьезным, даже строгим. Без той веселой, хитроватой улыбки. Да, это был командир разведчиков, так жестоко поступивший с Ваней в прошлом году. Притронувшись шикой к его губам, Ваня ощутил еле уловимую теплоту. Значит, жив. Это придало силы. Тащить раненого становилось все труднее. Ноги по колено увязали в снегу, веревка больно врезалась в грудь. Раненый часто сползал, слышь, из редка еле слышно стонал. Пути не было конца. Ваня не думал, куда он пробирается, куда он денет раненого, как укроет его от мороза, чем накормит. Все шел и шел, с каждым шагом все больше напрягая силы. В голове путались десятки вопросов. Он не понимал, почему партизан остался один. Не знал, что случилось со Степкой. На небольшой полянке слезы горечи хлынули на глаза, из глаз хлынули. Ваня побежал назад, стараясь в темноте разглядеть друга. Но кругом был только лес, темные стволы деревьев и глубокий снег. Ваня остановился, долго смотрел на лыжный след с канавкой, проделанный волочившейся ногой партизана, и торопливо бросился обратно.